здрасьте дорогие друзья новости с каббалистом михаил майтмин здрасьте мне понравилась новость которую я вам принес она в израильском арабе мусульманине который заявил что он горд был себя быть сианистом и вот он там на форуме которые там на котором собрались арабские партии арабы и израильтяне он сообщил 25-летний парнишка абдул абу гош сообщил что он размаскивая израильским флагом что мы требуем от арабских депутатов прекратить подстрекательство прекратить направлять новое поколение к разрушительной ненависти дальше он сказал мы все работаем учимся живем вместе мы шли пришли сюда чтобы продемонстрировать то что мы вместе он очень красиво сказал я был бы счастлив я бы если были созданы здесь два государства чтобы арабское государство существовало рядом с еврейским государством и чтобы я смог жить в еврейском государстве вот он что сказал этот парнишка и в общем конечно даже ко всему прочему сказал что он за правое правительство потому что он сказал так левые ведут себя с высоко и заняты пустой болтовнёй мне больше ближе мне ближе он сказал нафтали беннет глава партии и за еврейский дом который помогает арабам работать в айтыки в индустрии и он гораздо ближе потому что он прямее и понятнее вот в принципе меня меня радуют такие новости я понимаю я в принципе не за правых не за левых я за общая за общую правильную середину которая поднималась бы объединял бы всех потому что правый против левых левый против правых евреи против арабов арабы против евреев если бы действительно можно было пройти серьезный курс перевоспитания и тех и других и привести к состоянию когда они действительно уже дополняют друг друга объединяются потому что в принципе то к чему должны прийти мы согласно кабале это общее объединение всех народов мира как одного единого народа просто людей человечества ну да это надо пройти больше большой про это надо пройти только лишь только лишь в перевоспитании больше ничего и поэтому если к этим мы бы занялись вплотную то я думаю что начало происходить в израиле в первую очередь нивелировка между правыми левыми а потом между евреями арабами мы пришли бы к чему-то общему и показали бы меру всему насколько вот эти противоположные стороны которые сегодня ненавидят и торгают и культуру и все религиозные ценности и так далее друг друга насколько бы они вдруг нашли вы общее целое то есть у вас радует вообще такие вот не очень радует меня такие новости потому что он ратует за еврейское государство те ратует за арабское государство в итоге и те и другие националисты но на самом деле впереди нас не национализм на самом деле впереди нас это об общее обобщенное человечество спасибо большое спасибо